Через точки с координатами 0,0 и 5,3 провели прямую. Ребята, огромная просьба. Реально у себя в тетрадь, вот как он пишет, через точки с координатами 0,0 и 5,3. Прямо так и сделайте. Возьмите и проведите прямую через точки с координатами 0,0 и 5,3. Вопрос, проходит ли эта прямая еще через какие-нибудь узлы клетчатой бумаги? Проходит или нет? Еще важная информация. 19 числа математические праздники. Это олимпиада, в которой отдельно участвуют школьники 7 класса и отдельно участвуют школьники 6 и более младших классов. Очень советую всем сходить. На самом деле, очень часто говорят, что олимпиад стало много. Что? В четвертый класс. Четвертый класс идет туда же, куда в шестой. То есть, кстати, именно по этой причине всегда на мат-празднике варианты шестого класса тяжелее, чем варианты седьмого. Понятно почему? Потому что в шестом классе участвуют шестой, пятый, четвертый, третий и вплоть до того, что раздюшится. Нет, идти или не идти решаете вы сами, разумеется. Важно, что эта олимпиада с самого начала задумывалась, как олимпиада, где же вы знаете, здесь только приведители. Пожалуйста, не считайте, что там кто-то тестирует ваши способности. На самом деле, ничего подобного. И если вы там заняли последнее место, то это не потому, что вы плохой, а потому что авторы не сумели составить такие задачи, чтобы вы их решили, а остальные вы не решили. Понимаете, что ваше плохое место – это недоработка авторов вариантов. Согласны? Да. Они обязаны были узнать, какие задачи лично вы решите, а больше никто не решит. И вы тогда заняли бы первое место. Они не смогли это сделать, правильно? Значит, они плохие. Еще раз. Считайте, что вы должны там радоваться жизни. На самом деле, в течение многих лет была такая традиция. Каждый пришедший на мат праздник получал книжку в подарок. Какую-нибудь. Ну, старались, чтобы хорошую. В прошлом году участникам мат праздника было 5000 человек. Я боюсь, что сейчас уже это тяжело, что называется, по финансовым соображениям. Хотя, с другой стороны, все-таки попытка… Я не знаю, если честно, это будет… Нет, в прошлом году давали только первому, второму, третьему месту. Нет. Коля, в течение больше, чем 20 лет была такая традиция. Каждый приходящий на мат праздник получал в подарок книжку просто за то, что пришел. Просто, чтобы ему обидно не было, чтобы… Вот. Нет, еще раз, я боюсь, что да, из-за большого количества участников могли это дело и отменить. Но, ребят, в любом случае, считайте, что вы победители просто так. Вот просто из-за того, что вы туда пришли. Если вы идете туда, установать уровень своих способностей, лучше не ходить. И вот, потому что, если вы идете туда, установать, вы там, 1529-й мальчик Москвы, или вы там, 1628-я девочка Москвы, это совершенно не дело. Олимпиада должна приносить радость. Там должно быть приятно. Так, за то время, пока я уговариваю у вас на ребят ускорительство, действительно картинка нарисована. Что да, заправлено? Между прочим, можно продолжить. И что еще будет? 1529. Следующий прямоугольник, потом следующий, следующий, так и бесконечно. Более того, можно туда положить. Какая общая формула? Скажите, пожалуйста. 5n. 5 умножаем на 2. Почему на 2? И 5n, 3n. А в общем случае? 5n, 3n. 5, пишите. 5n. Несколько раз пройти стояние 5 направо, да? И 3n. Несколько раз подняться. Если n отрицательное, соответственно, и там, и там. Спасибо. Все понимают, что от чисел на самом деле мало что зависит. Или нет? Что я мог вместо 5 и 3 взять, например, 59 и 364. Мог или нет? Мог. Отлично. А теперь, ребята, вместо чисел 5 и 3 возьмите, пожалуйста, другие числа. А именно числа 6 и 4. И аккуратно нарисуйте картинку. Если я говорю, нарисуйте картинку, значит, надо действительно взять и нарисовать картинку. То есть потом вы жаловываете, что я не понял и так далее. Ну, нельзя понять, если реально не рисуешь, не делаешь эксперимент. Итак, что требуется? Начало координат нарисовать точно. Взяли начало координат и приложили линейку с точкой с координатами 6 и 4. Вопрос, через какие целочисленные точки пройдет эта прямая? Вот, ответ не верит. Ответ все равно не верит. Ответ все равно не верит. Взятьте, пожалуйста, и на самом деле нарисуйте картинку. И так, да, вот все правильно. 3n2. Какой цвет? 3n2n. 3n2n. А почему? Потому что 6 и 4, это реально 2 раза 3 и 2. Потому что если обе координаты разделить на 2, то эта точка тоже лежит на этой прямой. Вот, вот, правильный ответ. 3n2n. Хорошо. Давайте тогда числа возьму побольше, чтобы это нельзя было нарисовать в тетради. Что-нибудь такое, что-нибудь совсем ужасное. Например. 1024 на 512. Так. Господа, давайте. Пусть будет 54. Пусть будет 54. И, например, 123. Повторяю, пожалуйста, не рисуйте. Догадайтесь, какой будет ответ. А вот догадаться можно. 18 и 41. 41. А как ты получил числа 18 и 41? Ну, делился на 14. Молодец. Смотрите. Он догадался, что оба эти числа делятся на... Давайте я напишу. 54 это 3 умножить на 18. Все понимают? Да. Отлично. А 123 это? 3 умножить на 41. На 41. Господа, есть такое понятие. Наибольший общий делитель у чисел 54 и 123 это сколько? 3. Это 3. Дело в том, что 18 на 41 не делится. 18 и 41 это взаимно простые числа. 54 и 123. Наибольший общий делитель это сколько? 3. Наибольший общий делитель это 3. Отлично. Все поняли, надеюсь. Пошли дальше. Берем листовую страничку. Значит, итак, читаем текст, там написано, да? Задача показывает, что если прямая проходит через несколько узлов, то на нее попадает бесконечная серия узлов, и они идут через равные промежутки. 242. Так вот, можно ли провести на креточной бумаге прямую, которая не проходит ни через один узел сетки? Можно. Ну, тут решение написано, да? Прямую прямую, ну, например, горизонталь, это самое простое, да? Вот берем горизонтальную прямую, на ней лежит промежуток узлов. И чуть-чуть поднимем. И все. Или берем под 45 градусов прямую у равно х. А пишем не у равно х, а у равно х плюс, не знаю, одна сотая. Ну и в таком-то... На самом деле можно и хитрее. Можно провести прямую только через один узел. Это иррациональный... Но я сейчас не хочу говорить про иррациональные числа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...